ПЕСНЯ Ну, потому что я начала свою образовательную деятельность, просветительскую, вот, всего два месяца назад. Угу. И вы считаете, что у вас получается кого-то просветить в чем-то или еще что-то? Знаете, да. Вот люди просто не учитывают, что до этого у меня был очень-очень маленький каналчик в 3000 подписчиков. Я пришла, стала активно вот этим заниматься, просветительской деятельностью два месяца назад, практически ровно два месяца. И уже вот до 10 тысяч, до 10 с половиной тысяч вырос. С 3000 до 10 за два месяца, по-моему, очень даже неплохо. Ну, у меня был, да, похожий показатель в свое время. Вот. И многие люди, они, комментарии-то в основном негативные, а вот лайки 50 на 50. Потому что в России-то люди боятся комментировать, если не против Путина, сказать, что да, ты права будет. Да ладно. Прям серьезно? А вот лайки 50 на 50? Поэтому у меня в комментариях прямо от россиян прямо пишут то, что я ошибаюсь, заблуждаюсь в своих суждениях. Во-первых, ну с чего взялись от россиян? А какой у вас канал? Дайте мне... Ну, кстати, основной канал вы аккуратнее там смотрите. Могут снести. Мой основной снесли. Канал Кратос из Москвы. Я никому жалобы не кидаю. Если только они не вырезают какую-то мою, например, фразу, например, если скажу, что Путин не красавчик, они возьмут, вырежут. Это просто подло. И тогда я могу кинуть жалобы, если они вот что-то... Ну, это очень редко бывает. Лена, а вы гражданка России же, правильно? Да. А как канал называют? Я не обещаю, что я не кину вам жалобу. Как называется еще раз? Канал Кратос из Москвы. Посмотрите, вы гражданка России. То есть, говорите гадости против Путина. И вам никто ничего не делает. Нет, я потому что не живу в России. Это и в том-то и дело. А как же страшная гыбня, которая найдет всех? Ну, это бред. Нет, в западных странах все-таки гыбня держит себя под контролем. Хотя иногда может и устранить кого-то. Но в основном... В западных странах под контролем? Ну, гыбня в западных странах не устраняет оппозиционеров. Хотя были случаи. Волкова избили. А что случилось с Джулианом Ассанджем? Что случилось с этим... А вот с Джулианом Ассанджем... Как его Сноуденом? А вот с Джулианом Ассанджем как раз... Он очень долго апеллировал... То есть, его не схватило США просто так и потащило. Он жил в посольстве. Потом были суды. И сейчас у него опять право на апелляцию. На апелляцию решения суда. Так что... Ну, то есть, человек будет жить в тюрьме, по большой идее. От апелляции до апелляции. И вот так вот пока его силы окончательно не покинут. То есть, вся его жизнь будет заключаться в том, что он будет сидеть в суде. Нет. Нет. Ну, а как нет? Он жил в посольстве. Потом он подал... Потом его из посольства выгнали из-за его поведения. Потом его не хотели выдавать из США. Потом выдали, потому что США дали гарантии, что они его никакой смертной... Лен, ну вот смотрите, вы сами сказали то, что, ну... Ну, смотрите. Службы. В то, что нормального убили и отравили, вы, конечно же, не верите. Что-что? В то, что нормального отравили, вы, конечно же, не верите. А, то есть, когда США что-то делают? Смотрите, российские спецслужбы, когда работают, когда действительно работают, они могут чеченского террориста отравить в логове террористов. Понимаете, в чем суть? А в дело с Скрипалей вы тоже не верите? Вот в отравление... Конечно, не верю. А, ну, то есть, когда США что-то делают, вы верите? Я верю только в Баширова и Петрова. США легальным образом пытаются экстрадировать человека, а Россия отравит... США легальным образом взятки раздают, называют аллобирование. США не пытались отравить. Россия берет и на территории других стран травит оппозицию. США не вызывали... Травит, травит и никого отравить не может. Это что же такое за боевой яд? Как это не может? Кого отравили еще? Сейчас скажу. Вот, которого отравили этим, как его, талием умер, который... Сейчас, если вы подождете, я найду. Да, я подожду без проблем. Навальный. Потом Скрипалей. Вот так. И там умерла не только... Еще кошка она умерла. А, нет, кошка выжила, единственное, да? Ну, это вам очень смешно, но нет, там гражданка Британии умерла. Вот смотрите, вот даже, давайте к логике все-таки вызывать. Почему, хорошо, если бы США, если бы США было так вот... Лен, давай я сейчас выскажу. Ты вот высказала по поводу Скрипалей. Почему США не отравила Асана? Давай я сейчас выскажу свою точку зрения по поводу... Смотрите, подождите, подождите, подождите. Нет, нет, нет. Давайте, подождите, можно мне сказать? Можем мне сказать? Ну, давай, я скажу. Асанж, он такой прямо вредитель США, вредитель США, всю правду, матку рубит. Почему США его просто не отравила? Нет же, подождите, не перебивайте. Нет же, он жил в посольстве, там активизмом занимался, жил в посольстве, там говорил правду, все такое. США его не пришло в голову его отравить. Хотя он вот столько неприятного говорил про США, такое вот там откапывал. Почему у США, они не стали его травить, а у России вообще тормозов нет. Россия берет и травит. Просто не нравится, США какими-то легальными способами, там уже десятилетия его пытается как-то это поймать, экстрадировать, а Россия берет и травит. США такого себе, даже США такого себе не позволяет. Мне казалось бы, самое сильное странное. Смотрите, США травит жизнь человеку. Жизнь человеку отравила максимально. Ну а давайте мы сейчас переносные значения, переносные значения, травит жизнь. Блядь, боевое... Теперь смотри, беремся к скрипалям. Блядь. Беремся к скрипалям. Я тебя выслушал, я тебе ответил. Травит жизнь. Давай я выскажу. Мы говорим про боевое отравление, конкретное, боевое отравляющее вещество, а не травит жизнь. Сейчас про него тебе я расскажу. Вы реально вот это сравниваете? Подожди, я сейчас про него тебе я расскажу. Помолчи, пожалуйста. Буквально две минуты. Смотри, супербоевое отравляющее вещество наносится скрипалям на ручку дверей в их имении там в доме. При этом этот суперотравляющий яд при взаимодействии с человеком смертелен. То есть вот этот человек, который наносил яд, он по идее должен был идти по Англии в огромном скафандре, который будет его защищать. С какого? С чего это вы решили сейчас? Вы вообще знаете? Вы химию учите? Нет, так подожди, а почему тот, кто намазал ручку, тогда не лежит рядом с домом скрипалей? Нет, нет, нет. Почему этот кто-то намазал, не лежит рядом? Вы говорите бред. Вы говорите бред. Вы сейчас? Почему? Вы химию не учили? Вы знаете, что есть вещества, которые только при контакте с кожей вызывают отравление, которые воздушно-капельным путем не вызывают отравление, которые только при прикосновении. Есть разные химические формулы. Есть формулы, которые ты можешь нести вещество, если оно не соприкасается с твоей кожей, то все нормально. Есть разные химические формулы, есть вещество, я не забыла, как называется, которое вызывает буквально сердечный приступ при соприкосновении с кожей. При этом, если оно вот здесь стоит рядом, ты не соприкасаешься, и с кожей пар кров не соприкасается с ним, то все нормально. Вы посмотрите химию, вы посмотрите, как эти вещества проникают в кровеносную систему, посмотрите, как они работают. Вот в том-то и дело, что я хотя бы приблизительно чуть-чуть понимал. Если это суперсмертельный боевой яд, от него умирает. Вот именно, но он работает при контакте с кожей только. Он не работает, это не распыленный яд, это не биологическое оружие, которое при вдыхании провоцирует. Они по-разному действуют. Некоторые при кожном контакте, некоторые при вдыхании. Наркотики на людей по-разному действуют. Да, разные формулы действуют на разные системы. Это биологический факт. Слушай, Лен, а сколько тебе платят? Вот скажи честно. А, когда нет аргументов, то... А тебя хотели депортировать? Когда нет аргументов, у нас, в отличие от России, когда нет аргументов, начинается вот это, а сколько тебе платят? Давайте лучше поговорим про аргументы конкретные. Ах, ты ж ни одного аргумента не сказал. Я сказала, что есть разные химические формулы, что новичок, он при заболевании кожи работает. Ну-ка расскажи-ка мне химическую формулу новичка. Химическую формулу новичка. Зачем? Разуме расскажи. Давайте, давайте, если у вас есть время, мы изучим сейчас, прямо сейчас, и посмотрим, как он работает, и тогда мы убедимся, что я права. Хотя, конечно же... Медицинское образование есть у вас? Да. Да. Да? Да. А что заканчивали? Ну, во-первых, Neuroscience and Mental Health, а потом медсестру, еще мне есть коммуникационный образование. Вы сейчас, мне кажется, ругались там на что-то этот... Neuroscience and Mental Health. Это на бусульманском что-то? Нет, это на английском. Я, в принципе, 15 лет в Канаде. Ага. А я 17 лет в России. Ну вот, мы... Так, химическую формулу есть. Так, химическую формулу есть. Вот, формулы разные есть. Его вариации. Что смешного? Вы про формулу химическую ни разу не слышали? Нет, тут просто написали очень веселое сообщение. Так, что в итоге там в формуле-то написано? Какие вещества там? Вы таблицу Менделеева хорошо знаете? Вещества всегда одни и те же, которые в таблице Менделеева есть. Есть только их разные комбинации. Нет, Лен, то, что вы употребляете одни и те же вещества, я понимаю. Я не буду попросить у вас... Когда у меня нет аргументов, то он начинает прикалываться. Типа свои тупые шутки травить. Я сказала, веществ, кроме тех, которые есть в таблице Менделеева, не существует в природе. Даже за пределами планеты Земля не существует. Прикиньте, вы это знали? Да, я еще слышал, этот Лазар рассказывал, что Земля плоская. А, вы считаете, что есть какие-то вещества, которых нет в таблице Менделеева за пределами планеты Земля? Вы реально считаете? Есть, есть. Ну, значит, вы не учите... Я просто это прослушал, видимо, я ошибаюсь. Вам, значит, надо назад в школу? Что? Назад в школу идите! Нету никаких веществ. Спасибо. У меня все вещества возможные, как фигурации. Я уже заново в школу пошел. Все вещества возможные на планете Земля и за ее пределами в таблице Менделеева любой другой состав атома невозможен по физическим принципам, а физические принципы описаны. А почему Россия добавила новые элементы в таблицу Менделеева за последние годы? Что? Вы синтетические элементы добавили, которые нестабильны, которые нестабильны в окружающей среде? Они добавлены в таблицу Менделеева добавлены новые элементы? Нет, все, что есть, все, что можно сгенерировать, уже есть в таблице Менделеева. Если вы этого не знаете, то, значит, вам нужно записаться назад в школу. Это банальная школьная программа. Банальная школьная программа. Изучите, вы снова запишите школу в классе с девятого и изучите еще раз химию. Лен, ты когда начинаешь говорить, у тебя этот слух пропадает, я же тебе еще раз говорю, у меня дочь, я с ней заново всю школьную программу сейчас прохожу. И что, в вашей школьной программе не сказано, что есть какие-то элементы, которых еще нет в таблице Менделеева? Вам реально какую дичь? Я не знаю, может быть, российская... Мне еще при Советском Союзе, я глядя на таблицу Менделеева, задавался вопросом, а почему там есть пустые клетки? Мне на это учитель говорил, что еще не все элементы известной науки. Поэтому некоторые места оставлены специально для этого. Если ты этого не знаешь, то тогда пора тебе вернуться в школу и начать заново учиться. Есть химики в чате, но закончить с наркотой. Алло, химики в чате есть? Химики в чате есть? Посмотрите, что этот неуч несет. И посмейтесь, если химики в чате есть, посмейтесь над тем, что этот, я не буду плохие слова употреблять, несет. Все, пока.